Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мой любимый мужчина и отец моей дочери скорбил меня и причинил душевную боль. Я ждал от него объяснений, извинений, но так ничего не сказал мне, напротив он заблокировал меня, не разговаривает со мной, как будто я его обидел. Уже две недели не разговаривает со мной. Как разрулить ситуацию и ее понять? Ну, во-первых, если вам больно, то есть, если вы воспринимаете то, что казалось, сделал мужчина, как оскорбление, то, в первую очередь, нужно прожить боль. Есть вот такое ощущение, а по крайней мере у меня есть такое ощущение, что эту боль вы не прожили и до сих пор находитесь вот в таком состоянии, ну, в фрустрации. Надеетесь, надеетесь на то, что человек своими действиями, да, как-то вам принесет успокоение, вот, принесет вам какое-то равновесие, может быть, душевное, а он все никак этого не делает и, вероятно, делать не собирается. Вот, это первое, прожить боль, которое у вас есть, делается это все раз. Я работал с психологом, вот, в принципе, не сказал бы, не сказал бы, что это прямо очень тяжело, вот, на мой взгляд, это вообще легко, вот, как, ну, как мне кажется, так, как мне видно. Это довольно легко сделать, вот, особо, ну, особых проблем здесь, как мне думается, нет, вот. Только если вы, ну, только если вы сами, как-то вот, ну, себя внутрь, да, не будете загонять вот свои чувства. Это первое. Второе. Что необходимо, это, наверное, увидеть, в чем суть конфликта. Вот. В чем суть конфликта. Что есть? В чем, в чем он, ну, выключается? В чем суть конфликт. Ну, да, вы, может быть, не знаете, что... Что, какая проблема, ну, сподвигла человека, так, ну, так, так, так сделать, вот. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что если, если присмотреться, вот, ну, к тому, что происходит, ну, что происходило, да, вот, то я думаю, что вы, ну, сможете увидеть, увидеть, какие-то вещи, вот, можете увидеть какие-то, ну, проявления, да, и, ну, и так далее. Как мне кажется, по крайней мере. И, значит, следующий момент, это определиться с тем, как, с точки зрения, с точки зрения вашего ценностного аппарата, вот. То есть как, как, с точки зрения, вот, именно, вашего ценностного аппарата. То есть как, значит, ценностно, да, вы реагируете к нам от того, что произошло между вами. И с одной из этого уже можно будет сделать вывод о том, как бы вы хотели двигаться и реагировать. Вот примерно так. Я бы ответил вам на вопрос, который вы даете сейчас. Вот, пожалуй, как-то так. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Вот, не затягивайтесь с обращением за помощью и работой, если хотите сохранить отношения. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...